Восстановление вот таких знаковых храмов Абхазии, мне кажется, это наша абсолютно такая российская задача. Не менее значимая, чем, скажем, восстановление Дивеева или Сергиева Посада, Стройской Сергиевой Лавры. Если в России сегодня какая-то работа ведется, храм восстанавливается, то здесь, конечно, катастрофически не хватает ни специалистов, ни денег. В этой делегации ученые-археологи, искусствоведы и реставраторы из России. Для них это уже вторая командировка в Абхазию. Если в прошлом году был составлен список памятников древности и создано Абхазско-российское общество по их охране, то на этот раз российские ученые приехали с целью помочь своим абхазским коллегам отреставрировать храмы, которые нуждаются в спасении. Мы в селе Лыхны. Это один из самых значимых в абхазской истории населенных пунктов. Ему полторы тысячи лет. Здесь сохранился целый архитектурный ансамбль, дворец абхазского князя и храм Успения Пресвятой Богородицы. Все построено не позднее девятого века. Как утверждают ученые, фрески появились на стенах храма только в тринадцатом веке. Храм, я бы так выразился, болен очень тяжелой болезнью, которую можно, можно вылечить не за счет ликвидации следствия этого заболевания, а за счет определения грамотного научного причин и ликвидации причин. Здание собора сложено из пористого камня. Через поры влага поднимается от земли вверх по стенам, которые наглухо заштукатурены толстым слоем известия. И влаге просто некуда деться, она поднимает на высоту примерно трех метров. И вы видите, пострадала уже где-то от шестидесяти сантиметров до метра с лишним. То есть утраты совершенно очевидные. Это результат неловкой, так сказать, консервации конца 70-х, начала 80-х годов, которая привела в отношении фресок к большим осложнениям. Реставрационные работы не велись в Абхазии более 20 лет. За это время ученые стали использовать новые технологии, а также новые материалы, которые позволяют эффективно очищать поверхность древних памятников. Мы сейчас как раз подойдем к тому месту, где немножко успел поработать технолог. И мы увидим, как современными химикатами, достаточно недорогими, Центр современных технологий предлагает очистить этот храм и, так сказать, не нарушая впечатление от древности его, все-таки защитить его от микрофлоры и, так сказать, все эти процессы купировать. Промыли камень, просто промыли. Вот это то, что было до, вот участок, то, что мы обработали. Вот рядом, это уже другие руки, но, тем не менее, результат оказался, в общем-то, так сказать, по своей чистоте тот же самый. Это могила князя Георгия Шервашидзе. Именно при нем Абхазия вошла в состав Российской империи. Свой дворец Шервашидзе построили задолго до церкви. Этот памятник хорошо изучен благодаря работе советских археологов во главе с Людмилой Хрушковой. С 1981 по 1984 годы археолог Хрушкова исследовала здесь буквально каждый камень и нашла самый крупный клад в истории археологических раскопок Абхазии. Мы сначала заложили траншею шириной 2 метра. Это стратеграфическая траншея до материка. Вот здесь посередине, посередине. А потом мы, уже видя стратеграфию, мы снимали слоями с двух сторон, и все это пространство вскрыли, и в уголочке этой ниши, глубина ее сантиметров 80, высота метр, то есть действительно была просто вот такая как бы дырка вот в системе этой кладки разновременных элементов. Стоял кувшинчик, конечно, раздавленный, естественно, потому что он был перекрыт вот этими упавшими материалами разрушения. Там было 44 грузино-византийских монеты, одна серебряная византийская, Константина Мономаха, середина XI века, и там была еще бусинка сердоликовая и колечко маленькое, так трогательно. Это была молодая женщина с тонкими пальчиками. В момент опасности она понимала, что надо прятать монеты. Она быстро отбила горлышко, потому что монетки не помещались, она их заталкивать не успевает. И она, по-видимому, погибла, потому что он стоял до нашего присутствия. Коллекция ценных монет, склеенной по частям древних кувшин, сейчас главные экспонаты Сухумского музея. Археологи полагают, что если начать новые раскопки на площади перед дворцом, а также исследовать территорию, прилегающую к храму, то можно обнаружить еще много интересного. Мы сейчас в горах, которые расположены к северу от Сухума. Здесь находится одна из главных святынь Абхазии, храм святого Иоанна Златоуста. Когда-то на этом месте был древний город Каман, в котором насчитывалось более 200 храмов. Автор божественной Литии, константинопольский патриарх Иоанн Златоуст, в V веке был сослан в Армению за то, что в своих речах обличал византийскую императрицу и ее окружение в распутстве. Под конвоем римских легионеров святитель проходил через эти места. Силы оставили его здесь, в городе Каман, где он и приставился Богу. И вот на этом месте был построен храм. Последний храм, последняя вот эта постройка, это XVIII-XIX век, но основание храма это V век. В 407 году в сентябре представился святой Иоанн Златоуст, и потом часть монахов здесь основала храм и монастырь. Вот это храм святого Иоанна Златоуста. Там находится сегодня саркофаг, в котором он был захоронен, и частичка его мощей. Древнее основание храма нуждается в срочном ремонте. Грунтовые воды постоянно подмывают фундамент. В монастырской стене образовался опасный разлом. Поэтому Всероссийское общество по охране памятников уже начало борьбу за его сохранность. Здесь важно провести дренажные работы, противоварийные работы, отвести воды, для того, чтобы обезопасить храм от грунтовых вод. Так что вот эта задача как бы номер один. В окрестностях храма располагаются другие памятники христианской культуры. В горах над рекой Гумистой произошло третье обретение главы Иоанна Крестителя. Здесь же находится святой источник священномученика Василиска. Его прозрачная вода, согласно поверью, обладает целебной силой. За время нашего телевизионного репортажа мы успели познакомиться всего лишь с несколькими памятниками древности. Всего же их на территории Абхазии около 300. И поверьте, каждый из них готов открыть свои тайны как обычному посетителю, так и исследователю.